Рома хочет поснимать, поэтому за рулем опять его инструктор, который решил Рома прокатить по скалам немножечко. У нас в принципе вот эти скалы рабочие, по ним вполне можно прокатиться, я думаю, что это будет на пользу и фильму, контенту огню. Да, Рома? Рома, прокатить тебя? Друзья, Рома летает первый день в жизни, летает пятый час. Это безмонтажное видео будет опять очередное, на сколько получится минут, называется «Как прокатиться по скалам». Красиво. Вот у нас наш красавец Петдебюр, освещение сейчас чудесное, и мы сейчас поищем не ослов горных, а козлов. Посмотри, Рома, здесь внизу живут горные козлы, они очень любят прямо на эти полочки стоять, представляешь? Если ты присмотришься, может ты козлов найдешь. Козлов в принципе в жизни не интересно искать, на таких. Вон стоят. Не на стоят. Есть, да? Вон один тут. А, нет, подожди, нет, нет, это дырка. О, я уже думал, ты козлов нашел. Ну ладно, на обратном пути будет лучше видимость, на обратном пути козлов лучше найдем. А мы по этому хребту двигаемся, там видите красивые облака висят. В принципе ветер подходящий, теоретический способ, козловый хребет может работать. Посмотрим. Моя задача прокатить Рому, потому что он это заслужил. Он летает уже пятый час и летает прекрасно. Мы про него фильм сделаем. Как летает парапланерист? Первый раз в жизни. Сейчас уже, конечно, некоторая усталость на него накатилась, что неудивительно. В первый день редко кто у меня больше двух часов летает. И поэтому он недавно набрал очередные 2700 метров и сейчас награжден покатушками от инструктора вдоль страшных скал. Видимо сейчас хороший, а свет прям такой прекрасный, поэтому... Я же вылевается вот эта скала. Не помню. То есть самую высокую скалу, вы не помните? Слушай, забыл, вот вылетел. Если бы ты спросил, не спрашивал, я бы тебя назвал. А так как ты спросил, я забыл. Это бывает. Я даже вспоминать сейчас не хочу, потому что лечу. Я с вами сейчас пилотированием, причем лихим. Вот наш планировочек учится. Вот ветер нам практически параллельно крипту, поэтому долго я здесь, конечно, не продернусь в режиме юго-го-го-го. Но сколько-то смогу. Хотя, смотрите, поднимает нас. Ой, впереди скала. Но это я больше на публику, друзья. Конечно, я ее вижу. Снизу какие две острые скалы. Оп, посмотрите. Здесь живут птицы. И еще немножко снега. Какие пещерочки красивые. Какое все зеленое. Какое все тревожное. О, птица прошла. Вот здесь вот во всех скалах живут птицы. Кабунами. И когда ты видишь птицу, которая летит рядом со скалой, ты понимаешь, что до скалы еще далеко. Хотя... Нет, для параплана бы сейчас это место было... Отличное. Идеально, да? Парапланисты очень любят по этой системе ходить. Мы сейчас, если наберем здесь, слетаем к парапланерному старчику одному. Друзья, вот это мне место очень нравится зеленостью. То есть, все такое красиво зеленое. То есть, контраст вот этих острых скал, красивых, которых я вам сейчас набираю высоту, и зеленой травки. Я почему так медленно разговариваю, и очень тяжело, потому что я... Чтобы вы не думали, что я тут раздолбайничаю, я сконцентрирован, будь здоров. Потому что набор очень тяжелый. Скалы очень острые. Вот. И... Как бы нам не хочется хулиганить. Нам хочется и дальше вам снимать контент такой, какую я плюху взял классную. Вот, разворотик сейчас. Рома, видишь, зачем нужно уметь хорошо пилотировать? Чтобы плотненько разворачиваться и успеть вернуться к скале. Видишь, я не успел. Какой-то неудачный разворот я сделал. Давай еще раз разворачиваем сейчас там и сделаем более груз, просто дальше. Ну, попробуем сейчас. Видите, уже меня курсант учит ли так. Давай вот так, товарищ. Мы бы просто потеряли все, и потом в повороте. Конечно, товарищ инструктор. Давайте-ка вы это... Соберись, тряпка. Работай как человек. А не как двоечник. Почему ты не хочешь дальше проедать? Не хочу, Ром. Ну, потому что тут контент огонь. Эта скала красивее. Понимаешь? Да. То есть у меня не задача набрать высоту. Я ее, если нужно, наберу. Моя задача попугать, глубоковажаемых любителей планерного спорта, показать им, как тут страшно. Чтобы они меня больше любили и уважали. Говорили, вот, посмотрите, наш мечтатель летать. Титановые яйца. Понимаешь? Ну, вот. Вот, видишь, в принципе, мы работаем неплохо. Сейчас бы нам только плотненько развернуться. Там, видишь, планер нас обогнал один. Уже улетающий откуда-то. Где такой максимально энергичный разворот. Игегегегегей! Черт! Позор! Ну, смотри, мы немножко повыше стали, да? 496, уже было 420. Ну, что делать? Вот так вот. Что могу? Опять проплывает острые скалы, друзья. Ворчит на меня мой ученик, говорит. Летать не умеешь. Лошара. И так далее. Ну, я с ним не согласен. Я ему могу сейчас дать ручку, только боюсь. Я бы дал ему ручку поучить его. Сказать, а ну-ка, давай-ка, покажи, как надо. Но, честно говоря, я на такой подвиг еще не способен. То есть ты сейчас боишься за себя? Я боюсь, да, что я буду дать тебе управление, и ты нахулю ванишь. Нет, ну, на самом деле справиться тяжело. Даже вот честно скажу, что я набираю через пень колоду, и мы летаем у этого склона, просто потому что это красиво, и плюс я еще, знаешь, как это называется, зарубился. То есть мне интересно сейчас, даже спортивный азарт, смогу я сейчас выбраться выше склона или нет? Ну, я считаю, что я смогу. Но она уже практически стоит. Да, но ты видишь, к чему это стоит? Это стоит сжатых ягодиц плотно. Да, ну вот так вот мы тут летаем. Нам помогает западный ветер, не очень сильный, но рабочий. Сейчас, если мы здесь плюсики развернемся, будет вообще шоколад. А помнишь, мы проходили, вот там были эти острые скалы, вот куда крыло сейчас показывает? Вот, да, мы так лихо уже набрали. И вот сейчас мы перестали высоту терять. У нас были не скотники перед этим, да? Да, сейчас минуса исчезли. Ну, вот сейчас мы опять начались. Ну, смотрите, друзья, штурмуем эту вершину. Видео будет безмонтажное, называется штурм вершины. О-о-о, давай, родная. Умение филигранно работать у скал крайне важно для пилота. Сейчас мы плюсики развернутся. Плотненько так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. О, вот так, да. Вот, и мы уже почти-почти-почти-почти-почти. Почти-почти-почти-почти-почти. Взять вершину, это задача. Как это? Здесь вам не равнины, здесь климат иной. Идут лавины одна золотной. И здесь за камнепадом льет камнепад. Эгегей! Я всегда думаю, что альпинистам надо столько времени, бедным, чтобы забраться на эту вершину. А вот таким раздолбаем, как мы, чих-пых, и все. Не обидно ли это, друзья? Нет ли в этом какого-то... Подвоха. Подвоха и дуализма. Ну, у каждого... А, это я переставил триммер так. Перестрелил. А ты испугался, что на что-то... Нет, не испугался, я не понял. Сначала я понял, что что-то делает. Я триммер переставил щелчком. Вот мы уже выше перчер, уже почти, друзья, посмотрите. С каждым проходом я чуть-чуточки энергии так цап-цап-цап-царап. Цап-царап, ну вот с этой педали мне дай полностью. Куда ты ноги поставил? Шопный. Ну, первое, вот у меня управление змеей. Представляете, друзья, в самый ответственный момент взял и наступил на педали. Я могу ручку подержать с тобой. Не надо ручку подержать со мной. Вот так у нас, друзья, на борту весело. Веселые и неупрежденные обстановки происходят. Вот сейчас бросил очень сильно под правое крыло. Долбануло. Полукрыло долбануло потоком. И реально бросило на склон. И то, что у меня скорость 130, реально спасает, потому что можно дать полностью ручку. Ну что, мы его почтили? Да, правил, планер сохраняет управление. Видите, на вершине этого фолма какие-то там эти самые артефакты происхождения человеческого. Вот, и уже 2736 у нас высота. В принципе, проходим. Должны пройти над вершиной сейчас. На обратном пути, скорее всего. Да, видишь, слили на развороте. Черт, уже ниже опять вершины. Ну, как бы низкотняк мы поймали, а? Ты посмотри. Видите, друзья, все с переменным успехом. То плюс, то минус. Здесь мы точно явно выше вершины. Ну, видишь, как-то здесь поток живет. Вот как-то вот так, криво. Йооооо. Ниготицы сжимаются. Сжимаются, да? Это хорошо. Это хорошо. Оп, сейчас точно должны, должны мы пройти выше вершины. И, наверное, как только пройдем, пойдем отсюда. То есть я, честно говоря, под это, подустал. Слишком высокий уровень турбулентности. Не знаю почему, ветер вроде не сильный. Но... Да. Всё. Эй, 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 друзья. Вот она, вы взяли вершину. Йуху. Фух. ну погнали погнали по хребту теперь хорошо я сейчас промчусь здесь максимально весело скорость 180 друзья максимально весело мы летим по этому крепчику максимально близко теперь планер очень хорошо контролируется я ничего не боюсь вообще ничего сейчас мы рядышком пройдем чего ты боишься так не ругаться матом и приму прямой безотрывный ролик я же не могу тебя вот про планетис друзья пошли сзади чтоб не пугать слушай честно скажу как он здесь не обо мне обкакается ой про как мне нужно как-то сказать по культурне то блин страшно трясет то сильно остыть как он смело летит то вообще ничего не боится друзья парапланилиста это просто кони огни видели как нас трясло а ведь он туда летит где нас трясло еще может даже высоту там будет набирать и ветер вроде как не сильно на уровень турбулентность очень высокий сейчас смелый чувак да молодец давай мы еще разочек над ним пройдем пугать мы его не будем очень я уважаю парапланилиста друзья ибо сам парапланилист и вот рома тоже парапланилист и все мы немножко опыт имеем парапланилизме оп помахали ручкой отлично полетели дальше парапланилизм как я уже говорил в этом ролике этого нету ухты шьё их то они табунами летят на нас посмотри я тебе обещал старт парапланилисты показать ну вот он впереди а из этого старта как раз ребята и ушли вон один под облаком крутит другой еще как-то крутит будь внимателен потому что их может быть много и вот по этому хребту мы двигаемся в сторону гринобля забираю рома ручку 150 я покажу глубоковажаемым любителям летных видов спорта как летает парапланилист на шестом часу обучения то есть мы летаем все эти сутра вот рома 6 часов уже за рулем и смотрите как хорошо летает даже в предыдущем вот недавно учил меня летать будет не так ты крутишь товарищ инструктор не туда поворачивайся у ромы большой парапланировый опыт достаточный и это конечно способствует начиная с того что выносливость большая вы видите он уже 6 час это все-таки тяжело его немножко прикачала на первом часу но потом я передал управление потоки рома скорость рома скорость только этих валить начал скорость я видел как ты на скалу смотришь и забыл про скорость двигаемся пока по прямой чуть прикачала но потом попустила и сейчас все хорошо вот идти катаемся по склонам вместе с парапланилистами продолжаем красоты вам показывать я сейчас ручку взял вижу я ручку взял пройдем рядышком и давай смотри вот эту скалу еще посмотрим она в ротере я рулю сейчас до моя ручка потому что я в скалы лететь пока тебе не доверяю у нас висит камера 360 такой длинный палки на этом видно не видно смотри сверху там станция какая-то погодная да отсюда открывать чудесный вид на озеро вот если сверху фотографировать вот это скала такая представляете вот дальше вот он на озеро ну хочешь летаем вот когда это по это облако пощупай может тут поток есть какой в ротере мы не не будет здесь хорошего потока возвращаемся друзья да рома берет ручку опускает нос давай и разгоняет до 180 планер поехали да сейчас надо перед дырнуть на на ветреную часть крипта и будь внимательна вот тут как раз впереди старые парапланилисты стартует до их сегодняшнее время а как раз сейчас лучше сейчас не настолько сильный ветер сколько скорее всего какие-то срезы ветра есть потому что может быть сверху ветер сильный у нас всего лишь 15 метров частную 17 не настолько сильно чтобы так ковыряло как нас ковыряет хочешь только назад вернуться сзади гренобиль на гренобиль хочешь посмотреть да я взял ручку смотри вон и снизу параплан вот раз видишь и теперь взгляд переводим до переводить взгляд на левая тебя на их став покажу откуда не выпаривают делу никто смотри слева крылом буду показывать смотри оп видишь полянка лысина такая зелененькая да и вот там куча табуны парапланов вот оттуда они стартуют они стартуют поднимается по хребту выпаривают и дальше по всему этому хребту летают офигенное парапланерное место но под текущую погоду конечно на мой взгляд и желала ну вот как-то мне где бы было страшно нет это врет наш прибор и моя ручка миша бурши ручкой моя ручка вот с левой стороны видишь три озера цепочка озер слева 90 крылок перед крылом слева не справа все на солома видишь три озера за ними город город гренобль да вот это гренобль вот так тут все у нас красиво но теперь забирай ручку и попробуй левый 180 вернуться по хребту на ту страшную гору с которой мы начинали теперь уже ты будешь возвращаться будь внимательен табуны парапланилистов летают большие и может братьев да давай-ка разгони-ка планер не до 150 и прижимаясь к рельефу прогуляйся поднимать и особо не будет но по камере будет весело вот она как вдоль склончика идет вот сейчас возможность пройти вдоль склона на высокой скорости позволяет не намирать там больше ведь если мы пойдем долиной то нас ольет и мы не долетим до дома а если идти близко к склону видишь минусов нету то есть не настолько сильный ветер да вижу не настолько сильный ветер сейчас дует чтобы нас подымало но по крайней мере не терять мы можем даже вот видите сейчас поднимает но для этого нужно близко лететь к склону но как ты вначале летел не подходит под этот сценарий понятно ну я тебя покатаю немножко ты и так сегодня работал все-таки красиво и беги-беги-беги вот вот ну вот так друзья планер потряхивает конечно избыточно так планер несется простите что у меня качество съемки страдает снимаю с руки в боку в бок если сели снимаю телефоном наш любимое безмонтажное видео поэтому нас трясет а посмотрите там вот блин на фоне вот этого рельефа страшного парапланирист ведь это же извиняюсь от кокатушки вот смелый парни где это мы тут а глянь сколько еще на склоне работают красота какая друзья вот было лучше парапланчики засняли удачно вот они все выпаривают на чем да правда давай пройдемте не видел ну что ну вот да европа пожалуйста тебе просто авиация бы сказала да вы чё парни так они на планерах на инвалидных колясках летают спокойно проходят медкомиссию и так далее у нас вы попробуйте в лэк пройти ладно там коляске вообще шансов никаких но я сейчас аккуратненько подальше да смотри-ка точно колясочник летит друзья вот это да в таком месте чтобы вот здоровый человек на плане здесь на плане это страшно видите как мы бы казали как-то слушай казалось что мы с тобой мужественные да в начале ролика мужественно выкарабкались выше этого хребта а потом прилетели парапланиристы и сделали из нас котлету вот друзья вот настоящие полеты где чувствуешь нет нет я когда летаю я любил летать вот видите у меня в шортах я всегда летаю а на параплане я летал в шортах потому что когда теплый поток приходит он обнимает ноги таким теплом и волосинками ты чувствуешь прям вот этот ветер вот все вот и даже выходил слух что если волкова побрить он летать перестанет как-то усы сбрить и он тогда нюхать перестанет что-то чуить так вот и мне но я не давался я спал чутка никто меня побрить не смог поэтому теория пока не проверено рома я чё-то под подустал как тебе идея домой поехали но время уже 6 час пока прилетим соберемся пихара туда надо еще за пивом съездить а то у нас только малиновая непорядок это да ну смотри мы до дому долетаем с превышением 195 метров поехали давай попробуем долететь до дому красиво и офигенно друзья попробуем сейчас сделать вам продолжение этого ролика мы сейчас от дома в 28 километров до точки вот вот биг дебюр летать как видите еще можно но рома честно говорят для первого дня и так перебрал сейчас попробуем вам показать козлов еще раз то откуда мы начинали на съемку мы даже не начинали вот место с козлами а как раз да начинали мы на козлах видите у нас видео последнее время пошли из монтажные кольцевые мы вылетаем из какой-то точки и вашу точку прилетаем мы подойдем к этому склону ветер у нас вдоль склона подъема здесь никакого не будет то будет красивый пролет если вы будете внимательно смотреть его шанс найти на склоне козла козлов много они почему-то любят этот склон больше всех и прям реально сидят вот здесь на этих скалах я много раз уже видел больше козлов нигде не видел а здесь видел вот на вот этих почти отвесных скалок тусуется здесь то ли трава какая-то особенная то ли что им тут дают ром смотри внимательно вдруг повезет с козлом нету сволочи где попрятались вот лазер я не представляю как козел вот ведь какие может быть трава черт его знает может особенно вид травы растет но как козлы здесь козлы здесь упитанные и славные мы дальше продолжаем наш полет до следующая наша вершинка вот мы этот перевальчик впереди должны перепрыгнуть и тогда у нас открыта прямая дорога к аэродрому иначе если мы не перепрыгнем перевальчик видите с правой стороны отрок его длинный нам придется обходить на это мы потеряем какое-то количество высоты 200 метров которые у нас есть запасе их сожрет вы нам придется еще высоту набирать ну мы вроде идем хорошо здесь как прикольно можно я бы завтра пошалим вот эту дырочку я люблю летать на планили я честно я думал что я один такой а клаус оказывается тоже любит мы вдвоем с клаусом летали он в эту дырочку же но выше проводов мы летим отлично нас придержало то ребят перевал мы прошли красотища тень нашего планера скользит по земле ну и смотри впереди на удаление 22 километра наш аэродром давай-ка твоя ручка до скорость 160 170 и летим вперед вот так друзья я показал вам как бы фактически долетели до аэродрома префицит высоты 340 метров то есть вы понимаете что мы точно кто-то долетим с левой стороны остался пик бедур красивый на котором еще есть погода но мы нам она уже не нужно правой стороны у нас тут за долина района какая-то там гадость как это фронт висит неизвестно какой но мы скокольника скользим с небесной горки спускаемся вниз и я сниму посадку потом ну-ка пока на всякий случай только телефон у меня окончательно сядет очередной без монтаж почти без монтажный видео мне в руку тоже не придется склеить все-таки телефон тыкнула и он отключился но в то же время это все вот живу живу я ничего резать не буду мне кажется что это самый кайп это почти прямой эфир спланера то как видите как как у нас все происходит как мы все видим вокруг и как мы немножко радуемся чуду полета пират чуду полета ну вот смотрим по колдуну ветер южный берем поправку что ветер южный шасси у нас уже выпущено против ветра да все у нас будет хорошо ну вот имитируем что у нас нас типа затянул самолет на круг вот выполняем первый разворот я тебя ручку дал выполняю первый разворот 90 градусов направо поехали скорость только 120 нос отпусти немножко а то мы сейчас долетаемся уже долетались камера отвалилась я взял ручку 90 градусов в полосе спокойнее немножко вот теперь проверяем делаем второй разворот давайте теперь первый раз покажу то есть вы точно будет тебя сразу же столько информации сейчас идем параллельно полосе я потрогал ручку шасси беру радиостанцию и докладываюсь я проверяю воздушные тормоза что они у меня есть вообще работают двигаюсь параллельно полосе делаю так как не хочу далеко от аэродрома отходить встречный ветер разворот чуть раньше четвертый сейчас надо попасть на ось полосы высота меня устраивает там моя редко раз 150 метров выполняю разворот 4 смотрю попал я на ось полосы попал ну это знаешь как большая практика выпускают крылок на лендинг чтобы увеличить немножко снижение вот смотри видишь интерцепторы посмотри на них они на треть выпущены это считается идеальный вариант когда у тебя треть это половина эффективности вот сейчас мы на половине эффективности идем точку чуть раньше колдуна там сделаем выравнивание потом выдерживание коснемся в районе колдуна немножечко украл тормоза чтобы подтянуться поближе вот сейчас буду делать выравнивание и выдерживание чуть-чуть недовыдержал коснулись это не страшно так скорость уже низкая дальше катимся по полосе проверяем тормоза гидравлические что они работают чтобы не забодали собственный прицеп когда к нему сворачивать сейчас я ногой левой педалью поворачиваю плаер а ручкой удерживаю чтобы не было крена наш плаер пытается при завороте какой-то крен создать если мы крылом сейчас зацепим за землю мы конечно сверху не сделаем но и хорошего тоже мало тормоз на этом самом есть колесе на воздушных тормозах на головой ручке есть в конце конце тормоз гидравлический вот так друзья глубоко уважаемые любители летных видов спорта так мы славно слетали я более чем доволен мне кажется рома тоже доволен робота как покажись покажите я прекрасно ты доволен ой все довольны посадка произведена точно ну 20 сантиметров не доехали до тросика ничего страшного хух отличный получился видео отличное получилось надеюсь мне например понравилось его сегодня снимать надеюсь вам понравится смотреть так что гигей и до новых встреч будем теперь придумывать всем пока всем пока гигей